Великой Отечественной войны Петр сказал, родится сын, назови Валерий, а если будет дочь, пусть будет Лариса. Через три месяца, 16 сентября 1941 года, в семье Шипуновых родилась девочка. И с этого дня ее отец Петр Шипунов свои письма с фронта адресовал двум самым близким и любимым женщинам, жене Елене и дочке Лорочке. В одной компании они встречали новый 1939 год, ему было 20, а ей 18. Елена сразу же обратила внимание на незнакомого красавца-летчика, веселого, улыбчивого, открытого и искреннего. Симпатия была взаимной. А когда отпуск Петра подошел к концу, юноша уехал по месту службы в Красноярский край, роман продолжился в письмах. А через год Петр и Елена поженились, свадьбу сыграли на родине в Славяно-Сербске. Затем молодая семья отправилась по новому месту службы Петра в Туркмению. Но семейное счастье оказалось совсем коротким. Вскоре настало черное для всей страны время, и боевой летчик отправился на передовую. И опять пошли письма. Только теперь лейтенант Петр Шипунов адресовал их не только своей любимой жене Елене, но и новорожденной дочери Лорочке. 2 апреля 42-го года. Здравствуйте, мамуля и дочурка. Сообщаю, что здоров, получаю от вас письма и отвечаю по возможности. Сегодня тебе, Лорочка, 10 месяцев. Ты уже большуха, и мне хочется посмотреть на тебя и пожалеть. Мамочка, наверное, обижает тебя. Если так, я до неё доберусь. А сейчас пусть она мне больше пишет за твои похождения. Будьте здоровы, мои дорогие. Целую крепко вас обеих. Ваш папуля Петя. 16 июля 42-го года. Здравствуй, дорогая дочурка Лорочка. Шлёт тебе горячий привет и крепко целует твой дорогой папочка. Что-то я, дорогая, не получаю от тебя писем. Тебе, наверное, не даёт бумаги мамочка, чтобы ты не нажаловалась мне в письме на неё. Видно, обижает она тебя. Пиши подробно всё, я с неё за это стружку сниму. Лорочка, очень соскучился по тебе и не представляю, как ты там бегаешь. Поздравляю тебя с 1 мая и желаю всего хорошего. Целую, твой папулечка Петя. На передовой письма из дому были отдушены и придавали силы. С первых же дней войны Пётр Шипунов участвовал в боях за Москву, совершая в день по 5-6 вылетов. Про 22-й гвардейский ночных бомбардировщиков авиационный полк писали в газетах. О гвардии старший лейтенант Пётр Ефимович Шипунов писал заметки в газету и рассказывал о буднях авиационного полка, о своих боевых товарищах, о том, что на войне даже неопытный лётчик всеми силами старался побыстрее стать асом, о том, что из Т-18 боевых вылетов экипажных всего 4 происходили днём, все остальные приходились на ночное время суток. А ещё в своих заметках он вспоминал добрым словом своих друзей и с юмором механиков, обслуживающих самолёты. Он писал так, после посадки не успеешь выкурить папиросу, а тебе докладывают, что машина готова к боевому вылету. За 11 минут при свете фонарика механики успевают зарядить горючим водой, маслом, подвесить бомбу, осмотреть самолёт. Наша главная сила – это дружба и взаимная выручка. 5 марта 42-го года. Дорогая дочурка, пиши вместе с мамочкой о своей жизни и о своих успехах. Очень соскучился по вам. Надеюсь, что ты, Лорочка, бегаешь вовсю и отлично разговариваешь. Целуй за меня мамочку и пусть она быстрее пишет ответ и тебя жалеет. Пока, до свидания. Целую вас обеих крепко-крепко. Ваш папулечка. 31 марта 43-го года. Здравствуй, дорогая дочурка Лорочка. Сегодня у меня целое событие. Получил твою фотографию, которую так долго ждал. Надо признаться, что я сразу и не узнал тебя. Ты такая большуха стала. Лорочка, выругай мамочку за то, что она не сфотографировалась и мне не прислала. Скажи, что я за ней так же скучаю, как за тобой. Пока. Будьте здоровы. Целую вас крепко с мамочкой. Ваш папулечка Петя. В 43-м году в одном из боев самолет Петра Шапунова был подбит. Ему все-таки удалось посадить самолет на аэродром, сохранив при этом жизнь экипажу. Но сам Петр Ефимович был ранен. И впоследствии, несмотря на длительное лечение, в Центральном авиационном госпитале осталась хромота и боль в ноге. Не обращая внимания на увечья, летчик принял решение вернуться в действующую армию. 9 февраля 42-го года. Москва. Здравствуй, дорогая Леночка. Привет, моя милейшая дочурка Лорочка. Только сегодня, после долгих дней переживаний, я получил ваши фото и письмо. Как я с жадностью читал каждое слово и фразу. Леночка, я жив и здоров. До сих пор нахожусь здесь, в Москве. Я отдохнул и поправился на 4,5 килограмма. На днях вылетаем на фронт, где будем бить якобы непобедимых фрицев и ганцев. О своей личной судьбе я никогда не беспокоюсь. Жаль, конечно, оставлять тебя с дочуркой одних. Но думаю, мы встретимся после разгрома гитлеровцев. Леночка, я очень рад, что Лорочка и ты здоровы. Рад, что наша крошка растет и все хорошеет. Жалею, дорогуша, и ласкай вдвойне за себя и за меня. Вернусь с фронта, в долгу не останусь. Моя милая, получил я платочек с незабудкой, вышитой тобой. Он и эти два фото будут самыми ценными вещами, напоминающими нашу совместную семейную жизнь. 9 ноября 43-го года. Мои ненаглядные Леночка и Лорочка. Здравствуйте. Вы не можете себе представить, как я скучаю по вам, не имея возможности быть вместе. Условия складываются так, что вырваться отсюда не могу, находясь на должности командиром эскадрильи. Молодых летчиков и пилотов нужно обучать. Сегодня 9 ноября. Ровно год назад я был вместе с тобой, дорогая, и с нашей дочуркой. Сейчас эта возможность отпадает. Вчера в узком кругу товарищей мы отмечали праздник, 26-ю годовщину октября. И я произнес тост за вас, мои дорогие, за любимую жену Елену Захаровну и дочку Лорочку. Мы живем в землянках, холодина жуткая. Мысли мои о вас с дочуркой не проходят бесследно. Прошедшую ночь вы мне снились. Будто бы мы все вместе были в Славяно-Сербске. Я получаю хотя бы душевное наслаждение, побыв с вами вместе во сне. Ничего, надеюсь, что недалек тот период, когда мы будем вместе наяву и заживем счастливой семейной жизнью. Леночка, чем больше нас разделяет время, тем больше я скучаю по вам с дочуркой. И нет никакой силы, которая бы изменила мою любовь и преданность по отношению к вам. Верь мне, дорогая, что наше семейное счастье неделимо, и что я являюсь примерным мужем и достойным отцом. После войны у нас должен быть еще и Валерий, и я надеюсь, что он будет. Петр Ефимович Шипунов погиб 18 апреля 1944 года при выполнении боевого задания. Ему было всего 26 лет. А дома не похоронку, а письма, ласковые и нежные. Ждали жена Елена и маленькая девочка Лариса, которая всегда, смотря на небо, знала, что где-то там летает папа. Я родилась, когда на земле уже полыхала самая кровопролитная война в истории человечества. И мой отец, военный летчик Шипунов Петр Ефимович, уже был на фронте. О своем отце я знаю только по рассказам мамы, дедушки и его родного брата Шипунова Николая Ефимовича. Помню эпизод в моей жизни. Шипунов Николай Ефимович тоже был на фронте. Вернулся с фронта он с победой. С его семьей мы жили вместе. Когда к нам в квартиру зашел военный, его сын Виталий, с которым мы вместе росли, бросился к этому мужчине на шею с криком «Папочка, ты вернулся!» Я тоже бросилась на шею к этому мужчине. Думала, что это и мой папа. Но оказалось разочарование. Это был лишь мой дядя. Были слезы, были плач, были рыдания. Почему же это не мой папа вернулся с фронта? А Николай Ефимович сказал, «Лорочка, твой папа погиб геройски на фронте. Я буду твоим папой». И с той минуты и всю жизнь я своего родного дядю называла папой. Он принимал участие в моем воспитании. Он дарил мне подарки, оказывал внимание. Первые часики, которые у меня были, были подарком моего дяди папы. Внимание мне было со стороны других родственников, со стороны дедушки, у которого я всегда вместе с другими внуками отдыхала в Словно-Сербске летом. Но родного отца мне всегда не хватало. В нашей квартире всегда был папин портрет. Он в квартире находится до сих пор. Были минуты, когда впереды боли, отчаяния, трудностей. Я подходила к этому портрету, просила у папы совета, просила помощи, жаловалась, если кто-то меня обижал. Родного отца я всегда ощущала недостаток. В школьные годы, когда поручали сделать какие-нибудь макеты, поделки, у меня не получалось. Мама не смогла мне помочь. Я всегда с болью думала, был бы папа, он бы мне помог. Всю жизнь боль утрата отца осталась в моей памяти. Лётчик-орденоносец, гвардии старший лейтенант Пётр Шипунов похоронен в братской могиле села Пески Житомирской области. А на его родине, в Словно-Сербске, его имя высечено на мраморной плите памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А на здании средней школы, где учился Пётр Шипунов, открыта мемориальная доска. Елена Захаровна так больше не вышла замуж, осталась вернолюбящему и любимому мужу. Лариса Петровна с отличием окончила школу, получила специальность врача-психиатра и уже более 40 лет лечит людей. Она врач высшей категории, отличник здравоохранения. Я гордилась и горжусь отцом его боевыми подвигами до настоящего времени. Я посчитала необходимым сохранить память о нём в потомках. Поэтому я работала в архивах, собрала материалы об отце, которые обобщила под названием «Письма с фронта». Материалы, которые я собрала, я передала в Краеведческий музей в село Славносербск на родину отца и в среднюю школу в Сирописке Житомирской области, где в братской могиле похоронен отец. С этими музеями я постоянно поддерживаю связь. Память об отце увековечена в мемориальной доске, которая установлена на школе, где он учился. Я очень рада, что память о отце сохраняется. И я рада, что мой сын Алексей и правнуки моего отца Миша, Фёдор и Анечка знают и помнят своего дедушку и прадедушку. И я надеюсь, что они пронесут через века память о нём и будут передавать в наш семейный архив письма с фронта из поколения в поколение. Лариса Петровна сохранила все письма отца, вырезки из фронтовых газет. Пётр Шипонов видел свою дочь всего лишь один раз во время небольшого отпуска в 42-м году. И он прекрасно понимал, что эта встреча может быть последней. Поэтому отец писал письма своей крошечной дочери с такой нежностью и лаской для того, чтобы она всю жизнь помнила о том, что была любима своим папой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин